Нахожусь в одном из помещений дома. Дом на несколько семей. Подвели недавно трубы и этот дом стал газофицирован. Эта печка стала не нужна. Я ее буду разбирать, но прежде чем разбирать, мы перевезли вот такую вот упаковку, расстелили ее, заклеили все стыки, чтобы туда не попала сажа, потому что там будет очень много сажи. И как только эту печь возвели, больше никто туда не залазил. И там очень много будет пепла и сажи. Потому что грязь будет по полной программе в этом воздухе. Этот пепел, он такой легкий, будет летать. Уже не однажды работал с этими печками, когда разбирал. Именно в таком помещении, где люди жили. Но грязи было по полной программе и локти были, рука по локоть была полностью грязная. Вот смотрите, здесь застелили вот эта перегородка. Она как бы разделяет эту печь. Там находится за этой упаковкой стенка кирпича, которая нагревается и обогревает вот это вот помещение. Но скорее всего и эта дверь тоже не закрывается, потому что все тепло находится здесь. Там никакой щели нет и тепло скорее всего переходит через эту перегородку, когда дверь открыта. Только таким вот образом. И вот буду разбирать. Здесь была установлена газовая плита. Мы ее открутили. Установили временно туда, в эту комнату, потому что дверь будем закрывать, чтобы туда не летела сажа. И закроем здесь вот этим вот целлофаном. Здесь тоже газовое оборудование закрыли. Окно тоже закрыли, потому что тут все новое. И на подоконник, если в сажа попадет, ее просто не оттереть. Ну, буду работать аккуратно. Ну, как получится, так оно и будет. И далее. Как только я эту печь по кирпичику разберу, этот кирпич пойдет на цоколь фундамента. Вот здесь будет пол разбираться. Вот эта стена будет разбираться. Эта перегородка остается. Вот этот потолок разбирается. В общем, все тут разбирается и все будет делаться по-новому. Но эти же материалы, они опять пойдут в дело, чтобы не покупать и не делать ремонт дорогой. Потому что в магазине материалы дорогие. А зачем покупать, когда этот материал пойдет в дело? Ну, буду работать. Разбираю эту печь. Печку можно и отсюда разбирать. А как буду разбирать эту печь? Поэтапно буду показывать ходы и что там внутри находится. В данный момент, конечно, можно посмотреть эту печьку здесь. Дверцы открываются. Вот так она смотрится. Это вот место для водяных паров, которые уходят и двигаются постоянно туда. Здесь. Вот смотрите. Сколько работы предстоит. Ну-ка там что у нас получается. Посмотрите. Так, там нормально. Вот отверстие какое. Маленькое. И печька работает. А к этой печьке еще, к этой трубе, через перегородку проходит и подсоединяется буров. С того помещения. То есть сбора подсоединяется в одну трубу. Что еще можно посмотреть здесь? Вот тут дверца очень хорошая. Это уже напрямую в трубу. Вот эту вот дверцу. То есть задвижку я открывать не буду. Потому что когда буду снимать кирпичи, все будет падать и вся пыль будет. И саживаю отсюда просто вываливаться. А раз вываливаться, сразу же будет тут грязно. Что еще можно посмотреть у этой печки-то? Ага, больше нечего смотреть. Вот такая вот печка. Вот с таким ходом. Скорее всего, для того, чтобы растопить можно быстрее. Потому что движение дымовых газов и движется, скорее всего, и вот... Ну-ка, ну-ка, я посмотрю. А, вот так. Вот смотрите. Это вот так закрывается. Очень интересно. Все равно рассмотрим. Тут столько металла. Это кошмары. Печь постоянно трещала. Ее постоянно белили или красили. Скорее всего, красили. Красили, да. И вот она вся трещит, трещит. И, наконец-то, свою работу она выполняла, скорее всего, по полной программе. Здесь постоянно делали ремонт, как хозяйка сказала. Вот смотрите, один кирпич. Только здесь. Один. Здесь, наверное, два кирпича. Там два, два. Один кирпич. И дверца вот такая вот высокая. Принес лестницу. И сейчас буду по кирпичику разбирать внутри помещения вот эту вот печь. Трубу пока я не трогаю. Ну, есть момент. Буду работать и здесь. Вот уже начинаю сдвигать этот кирпичик. Вот смотрите. Какие кирпичи? Сейчас будем рассматривать вот эти вот кирпичи. Это вот самый лучший кирпич в мире. А не тот, который сейчас вот продают. Такой гладкий, красивый. Вот такой вот кирпич. Самый лучший кирпич. Ну, конечно, меня всегда спрашивают, какой самый лучший кирпич? Я говорю, если мы приедем на рынок, там будут несколько видов кирпичей. И я вам покажу пальцем. Надо вот этот покупать. Вы, конечно, его не купите. Ну, конечно, такой кирпич никто и не купит. Но отдает тепло очень хорошо и держит тепло очень долго. И быстро нагревается вот эти вот кирпичи. Ну, буду продолжать дальше. Мне сын помогает. Вот передаю этот кирпич. И будем таскать на улицу, складировать его там. Вот первый кирпич пошел. Сейчас будем рассматривать глину. Вот она, глина. Глина вся, конечно, треснула. Смотрите, треснушаяся глина. Вот она. Легко ломается. Но внутри помещения сухо и сырости никакой нет. Так уж. Вот такая вот глина. Вот она. Вот она вся в трещину. Швы толстые, потому что и соответствуют этому кирпичу. Ну, вот я стучу, все трясется в буквальном смысле. Вот так трясется. Потому что, скорее всего, тут глина сделана не по рецепту. То есть у нее состав какой-то дурацкий. И вот на самом деле вся она высохла. И если нажать на эту глину, она вся, вот смотрите, вся рассыпалась. Ну, давления тут никакого нет. Все сухо. И вот при ударе сразу появилась трещина. Вот брать не буду. Я чувствую, даже вот эта сторона этих кирпичей просто начинает сдвигаться. Вот смотрите, как трещина получается. Вот из-за такого глиняного раствора. Ну, печь же стояла годами. Ее, наверное, поставили. Ну, как узнаю, когда поставили, скажу. Потому что я хозяйку не спрашивал. Хозяйка мне, конечно, скажет. Когда это было возведено на печь. Ну, вот. Вот так. Передаю кирпич. Смотрите, какой кирпич. Своему сыну. Сын мне помогает. Пока он в отпуске, он мне поможет. Соответственно, я ему за это заплачу. За то, что он мне помогает. Посмотрите, вся печь трясется. Вся-вся-вся трясется. Буду делать мусора в этом помещении как можно меньше. Вот я его, смотрите, сдвигаю. Вот, смотрите, весь раскрошился глиняный раствор. Ну, скорее всего, это не глиняный раствор, а чистая глина. Вон, вся раскрошилась. Передаю кирпич. Как интересно. Это я вам показываю. Вот, смотрите, кирпич выдвинут вот сюда. Здесь работают в перчатках резиновые, потому что потом просто не отмыться от сажи, когда дойдут до сажи. Ну, что будет интересно, в этой печи обязательно покажу. Вот, смотрите, уже работа пошла по полной программе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...